Привет, меня зовут Максим Барышников, я руковожу подразделением платформ Wargaming. Это как раз то подразделение, которое занимается бэкэндом в игровой разработке, в Wargaming. Про это сегодня я хочу немного рассказать. Что из себя представляет бэкэнд-разработка в GameDev, на примере Wargaming. Вот короткое содержание. Сначала совсем немного о том, что такое игровой бэкэнд. Почему имеет смысл такая штука, как игровой бэкэнд из-за сервис. Что такое мета-геймплей, при чем здесь бэкэнд. И как это все работает в Wargaming. Совершенно не обязательно в Wargaming, оно сделано канонически. Поэтому зато могу рассказать про это преимущественно. Но сначала расскажу пару слов про то, что из себя представляет 2020 год в игровой индустрии. Год явно нетипичный для любой индустрии, для GameDev в том числе. Во-первых, мы достаточно быстро и заранее ушли на удаленку. Потому как только стало понятно, что это надолго, мы решили сразу идти на удаленку, идти капитально. И продолжать уже работать из дому. Сложности каких-то особенно у нас там, наверное, и не было. За исключением того, что некоторые функции наши довольно сложно выполнять из дома. Например, у наших саунд-дизайнеров и композиторов-музыкантов здесь в офисе существенные студии, которые виброизолированы от зданий и так далее. Дома, понятное дело, так быстро не организуешь. Но, тем не менее, справились с этим. Почему мы так вот капитально уходили на удаленку? Потому что сразу было понятно, что вся история с пандемией, она, скорее всего, положительно повлияет на спрос в той индустрии, в которой мы работаем. Поэтому и понадобится все наше время и усилия для того, чтобы максимально этот спрос удовлетворять. Так и произошло. Вся пандемия, она сильно продлила высокий сезон в играх. Традиционно лето – это низкий сезон в играх. И в этом году лето для игр практически не наступило. Там хорошо, если к июлю-августу начался сезонный спад. Хотя там уже следом снова начинается забирание в горку. Поскольку в игровой индустрии мы не одни, то спрос и конкуренция за время игрока, особенно вот в этот неожиданный экстеншен высокого сезона, был достаточно высокий. И тот, кто справился быстрее, тот, в общем, и оказался в выигрыше. Ну, плюс у нас здесь в Беларуси добавился еще один аспект после президентских выборов. Не буду про него рассказывать, все понятно. Но с управленческой точки зрения это, конечно, добавило перца. В целом, хочу сказать, что игровая индустрия очень-очень хорошо себя чувствует и справилась со всеми ситуациями к максимальной своей выгоде. Теперь по делу. Что такое игровой бэкэнд? Как организована команда игровой разработки? Почему важно знать о том, как организована команда игровой разработки? Потому что отсюда будет напрямую исследовать вывод, а где бэкэнд, а где не бэкэнд. В достаточно больших играх, я, понятное дело, не говорю про инди-разработку и так далее, разработчики, они достаточно сильно специализированы. Например, есть разработка игрового движка, есть разработка графической подсистемы, графического движка. Есть разработка геймплея. Вот здесь точно есть бэкэнд, расскажу про него попозже. Есть разработка UI, такая специализация, потому что в играх это большая прям история, и им, как правило, занимаются отдельные люди. Еще отдельные люди есть, которые занимаются инструментарием разработки, отладки, редакторы всевозможные и так далее, потому что тут для того, чтобы организовать производственный конвейер такой, прям инструментарий влияет очень сильно с точки зрения производительности, скорости работы и так далее. Поэтому не только у нас, практически в любой игровой команде есть отдельные люди, занимающиеся инструментариями. Вот чуть следом покажу, что это себя представляет. Есть веб-девелопмент. Веб-девелопмент, казалось бы, игры, веб-девелопмент, но множество функциональностей в играх, они сделаны по очень классической схеме веб-сервисов. То, что не является core-геймплеем, ну, в смысле основным игровым циклом, то часто удобство ради реализуется как раз всеми привычными веб-сервисами. Вот здесь как раз пример инструментария. Вот здесь вот дебаг-отрисовка состояния на сервере, состояния на клиенте. Например, когда ты занимаешься разработкой клиент-сервного взаимодействия или просчета игрового мира или физики, то без вот такого рода инструментария практически не обойтись. Это пример из Counter-Strike 1.6. Дальше. Немного ближе непосредственно к бэкэнду. Если рассмотреть с точки зрения взаимодействия, то вот слева у нас здесь игровой клиент, игровой сервер. Я тут говорю про онлайн-игры. Будь то игры Wargaming, будь то игры CSGO или Warzone и так далее, они все работают именно по такой схеме. И справа это те сервисы, которые обеспечивают очень стандартные функциональные возможности, без которых никуда в общем не деться. Авторизация, профиль игрока, лидерборды, ачивки и так далее и тому подобное. Как правило, к этой информации обращаются не только из игрового клиента или из игрового сервера, а также с сайтиков, мобильных приложений и так далее и тому подобное. Так вот, игровой бэкэнд, про который будем сегодня говорить, он на этой картинке в двух местах присутствует. Это на игровом сервере, там такой геймплей бэкэнд. И вот эти вот все сервисы, которые я упоминал, это тоже на самом деле игровой бэкэнд. Там часто встречается, помимо очень дженерик функциональности, очень плотно связанная с игрой функциональность. Ладно, не подобрал быстрое слово, чтобы не повторяться. Картинка, надеюсь, понятна. Быстренько идем дальше. Какие есть особенности в этих двух местах? При разработке бэкэнда в игровом сервере мы часто имеем дело с постоянным реал-таймом, реальным временем. Правда, оно там всегда дискретное. На это нужно делать скидку, потому что, например, ты не можешь позволить себе, чтобы какая-нибудь функция выполнялась медленнее, чем позволяет частота дискретизации. В игровом сервере, опять же, чаще всего eventual consistency модель, нежели strict consistency, которая чаще встречается в игровых микросервисах. Поскольку важна производительность исполнения кода, то зачастую в игровом сервере используются компилируемые языки программирования, чаще всего традиционно C++. В игровых же микросервисах вещество, В игровом сервере очень высокая чувствительность к латенсии, к латенсии сетевого взаимодействия, в первую очередь, потому что у нас там есть Shared State, мир, в котором находятся сразу пачка игроков, и вот их латенсии до сервера существенно влияет на то, как люди, ну, игровые разработчики пишут код, как организовывают логику, как компенсируют этот лат и так далее. Ну и то, что я упоминал парой слайдов раньше, часто встречается визуальный инструмент отладки. Ну, когда ты вот пишешь игровую физику, там никак не... первое, что приходится делать, это визуализировать действующие силы, потому что физика-то зачастую исполняется на сервере, и понимать ты правильно там все делаешь, и как оно на самом деле работает, довольно сложно, поэтому сразу приходишь к тому, что начинаешь все визуализировать. В микросервисах особенности в том, что вместо Continuous Real-Time там привычный цикл Request-Response, правда, гораздо чаще встречается паттерн Publish-Subscribe, через который работает, кстати, игровая реакция на игровые события. Вот это наиболее, наверное, частый паттерн, реакция на что-то происходящее внутри игры и дальнейшей цепочкой построения и обработки этих данных. Дальше. Игровой backend as a service. И при чем здесь, собственно говоря, игровая дистрибьюция? Те сервисы, которые я рисовал выше, упоминал, они довольно дженерик и встречаются далеко не только в играх. Ну, авторизация, аутентификация, профиль игрока с привязанными к этому какими-то данными, инвентарь, и так далее, и тому подобное. Это можно встретить как в e-commerce, так и в практически любом сейчас веб-сервисе, веб-продукте. Поэтому крайне логично тот факт, что вот этот базовый набор игрового бэкэнда он начал стандартизовываться и оформляться в игровые платформы. И первыми, где появились сопутствующие наборы сервисов, это как раз сервисы цифровой дистрибьюции, как консольные, так и те, которые работают на ПК. Ну, в частности, Xbox Live или PlayStation Network это консольная система дистрибьюции или Steam, которые на PC работают. Вот. У них появился набор бэкэнд-сервисов, которые игры были либо вынуждены использовать, либо могли использовать. Ну, как минимум, один компонент вынужден использовать всегда. Это база пользователей, авторизация и аутентификация. Это случилось достаточно давно. Ну, вот Xbox Live был анонсирован в 2002 году, Steam появился в сентябре 2003-го, я имею в виду и его сервисы, бэкэнд-сервисы. PlayStation Network 2006, и это было, по сути, первые образцы бэкэнд-сервис для игр. С первого раза, понятное дело, не получалось идеально, да и, в общем, история эта штука такая, поэтому на текущий момент бэкэнд-сервис предоставляется и как отдельный продукт, не обязательно привязанный какой-то платформе цифровой дистрибьюции. Понятно, они сделаны немножко по-другому, более отвечая нуждам современного игродела. И, ну, вот здесь парочка примеров крупных. Это Azure PlayFab. Ну, на самом деле он стал ажуром после того, как в Windows 2018 его купил Microsoft или Games Parcs. Тоже 2018 год, весна, его купил Amazon для того, чтобы развивать свою платформу для игр рядом со своим движком Lumberyard. Они по-разному оценивают, есть разные оценки количества игроков или игровых аккаунтов в этих платформах, но единственное, что я хочу отметить, это то, что у непривязанных к цифровой дистрибьюции их по любым оценкам получается больше. Но они проще в использовании, они действительно не привязаны к платформе, не требуют физического устройства, как в случае с консолями. И просто более удобны в использовании. Вот такая вот, такой вот ландшафт у нас на текущий момент с точки зрения стандартизированных сервисов игрового бэкэнда. Мета-геймплей. Здесь я хочу поговорить про то, что, ну хорошо, раз у нас есть вся потребность удовлетворена стандартными, стандартизированными решениями бэкэнда сервис, то что же делать бэкэнд-разработчику в играх и вообще есть ли там что делать? На самом деле есть. И это как раз вот та история про мета-геймплей. Мета-геймплей – это про все те вещи, которые по-прежнему нужны играм, востребованы играм, но слишком специализированы или специфичны для игры, для того, чтобы впиливать их в какой-то коммерческий баз или SaaS. Поэтому у каждой сколь-нибудь крупной онлайн-игры всегда есть вот этот самый мета-геймплей. Давайте пару примеров того, что относится к мета-геймплею. Ну, во-первых, это игровая прогрессия. Игровой цикл – это ты, ну, в случае игры варгейминга зашел в бой, отыграл в бой, вот это вот core-геймплей loop. Прогрессия же – это перманентное, постоянное увеличение, ну, твой путь внутри игры. Ты сначала вот играешь на первых уровнях, на вторых, на третьих, собираешь опыт, прогрессируешь, там, приобретаешь себе что-то. Это встречается абсолютно в любой игре и называется стандартизированным словом прогрессия. Также мета-геймплей – это различные квесты, различные игровые события, экономика всей игры – это мета-геймплей, анализ поведения игроков и построенные на этом модели, как предсказательные, так и аналитические. Вот это все мета-геймплей. И поскольку оно слишком специфично для конкретной игры, про которую мы говорим, оно все не представлено в басе или других коммерческих решениях. Ну, максимум, там можно встретить инструментарий для построения всех этих вещей. Поэтому в игровых командах, особенно больших, вот мета-геймплеем занимаются достаточно крупные группы разработчиков. Теперь чуть больше про то, как оно организовано в Wargaming. В ВГ в силу исторических причин и времени, когда у нас возникла такая необходимость, мы не могли использовать что-то стандартное, потому что его еще толком-то не было на рынке. А спрос на это внутри нашей разработки катастрофически рос. Почему? Потому что игры просто взлетали тогда в небо, особенно танки. И нужно было максимально быстро адаптироваться к тому, что происходит. Нужно было развлекать аудиторию, нужно было удовлетворять весь спрос, который там есть. И команда танковая, ее просто не хватало на то, чтобы заниматься и геймплеем, и прогрессией, и всем остальным бэкэндом. Поэтому он естественным образом выполз из игрового сервера в игровые микросервисы, где начал жить и эволюционировать. С выходом последующих игр эти сервисы начали переиспользоваться и были объединены вообще в набор компонентов и названы Wargaming Platform. Первое название было Online Presence. Это в июне 2013 года. По датам как раз можно понять, что мы были между игровыми платформами, которые выросли вокруг системы игровой дистрибьюции и платформами, которые появились чуть-чуть позже, которые были General Purpose платформы. Мы тогда смотрели на то, что начинает появляться. На самом деле сильно анализировали и PlayFab, и GamesParks, которые тогда еще не принадлежали, не были куплены крупными компаниями. И был выбор, а что же делать? Развивать свою, либо обложиться какое-то коммерческое решение. Но поскольку все они тогда были крайне невзрослыми и не позволяли нам поддерживать нужный темп, мы все-таки пошли своим путем. И в 2013 году был введен Wargaming ID, с которого можно и начинать отсчитывать существование Wargaming платформ. Вот этот внутренний баз решения для игровых наших команд, соответственно, предоставляющий бэкэнд сервис в плане игрового бэкэнда. Есть еще штука под названием Wargaming Technology. Это набор технологических решений или результатов R&D, или используемых в той или иной нашей игре, которая позволяет новой игровой команде не тратить слишком много времени на разработку каких-то своих велосипедов, все-таки шарить технологии. Давайте несколько примеров приведу из того, что у нас есть. Из недавно сделанных исключительно силами бэкэнда. Я напомню, что у нас в ковидный год огромный спрос на всякую разную движуху в играх, и мы не исключение, у нас было гораздо больше игровых событий в этом году, чем до этого. Это, в принципе, общий тренд, но тем не менее. И вот примеры, которые были сделаны исключительно командами бэкэнда и практически не отвлекая разработку движка или игрового геймплея, тем более рендеры и так далее. В Китае, например, 11 ноября есть праздник, ну не праздник, дата в календаре, называется День холостяков. Это китайский аналог Черной пятницы, западной, и работает примерно по такой же механике. Соответственно, на 11.11 сделали небольшую мета-игру, по механике больше всего похожа, конечно, на лутбоксы, но там чуть отличается, и которая изначально, в общем, не особенно планировалась. Полностью сделана силами бэкэнда. Соответственно, мы здесь взаимодействовали команду платформы Wargaming, которой я руковожу, и команду игрового бэкэнда. Вот на двоих устроили такую вот историю. Почему 11.11? Ну, китайцы традиционно довольно серьезно относятся к магии цифр, поэтому они посчитали, что 1.11.11 символизирует как раз одиночество, что ли, все по единичке. И поэтому постепенно этот праздник вырос в движуху, на которой все пытаются вот этот вопрос своего одиночества решить. Ну, по крайней мере. Так предполагалось ее позиционирование. По сути, вот оно вылилось в консюмерском мире в Черную пятницу. Или битва блогеров. это уже СНГ-шный европейский-американский ивент, когда блогеры при участии игроков, ну, игроки могут поддержать своих любимых блогеров и соревнуются между собой. По сути, эксплуатирует очень традиционный Core Gameplay Loop, который уже и так есть в игре, просто добавляет интерактивности и участие аудитории. Тоже вся обвязка, инфраструктура была сделана бэкэндом. Это уже не первая битва блогеров, которая проходит, поэтому здесь мы уже использовали старые наработки, но, тем не менее, тоже практически полностью бэкэнд. Из интересного там нужно постоянно держать синхронизированные счетчики, накопленных очков, состояние всего прочего и раздавать эту информацию практически реал-тайм на достаточно большой онлайн. Это одна из задач, которая достаточно типичная для игрового бэкэнда. То есть у тебя нагрузка меряется, скорее не столько в количестве запросов в секунду, хотя и это тоже, но чаще всего коррелирует или пропорционально онлайну в игре. И это метрика, которая более удобна для оценки нагрузки. Или вот еще один пример из нашего опыта черный рынок. Событие, когда игрокам дается возможность редкие какие-то игровое имущество купить за внутриигровую валюту, которая накапливается в экономике и которую нужно весело тратить. Примечательный этот ивент тем, что он очень неудобный профиль нагрузки на бэкэнда создает, потому что это по сути ударная нагрузка, когда у тебя весь онлайн, да еще и специально сбежавшийся на это событие в буквально течение пяти минут генерирует тебе нагрузку на твой бэкэнд. Так оно сделано бэйдизайн и соответственно создает пик в 60 или 100 раз превышающий обычную нагрузку, которая у тебя есть на бэкэнде в обычный четверг. Причем сама механика этого черного рынка состоит в том, что у тебя есть очень лимитированное количество этих товаров и соответственно когда ты допускаешь сбой или ошибку операции, это в общем считается не совсем честным по отношению к игроку, потому что тут вся механика кто успел тот и съел. А если человек успел, а ты ему ответил ошибкой, то это вызывает бурное недовольство и как-то создает дополнительный аспект к реализации на бэкэнде. Первый черный рынок мы провели не то чтобы безупречно, второй уже гораздо лучше. Как раз с точки зрения этого момента честности. Надо, чтобы кто успел, тот и сделал. Это довольно верхнеуровневый обзор того, что представляет в себе игровой бэкэнд. я с радостью поотвечаю на вопросы, какие есть. Думаю, что вот эта информация, она широкой аудитории бэкэнд-разработчиков незнакомых с игроделом в первую очередь будет интересна, потому что если вы, к примеру, всегда хотели работать в геймдеве, но считаете, что ваша специализация не совсем для этого подходит, и нужно чего-то конкретное выучить, то это на самом деле заблуждение. Есть масса работы, которую обычным бэкэндерам могут прямо со старта делать в игроделе, а там можно дальше смотреть. Хочется ближе к игре еще, в смысле заниматься кор-геймплеем, либо вот это фронт работ, который возникает у типичных игровых бэкэндеров как раз то, что нужно. Вот, пожалуй, на этом и все. Здесь немного моей контактной информации. QR-кодом это телеграм-канал, который про менеджмент в инженерии, где я чуть-чуть соавторствую. Создан он по одной простой причине. Про технический аспект информации много, и нет смысла добавлять еще что-то, а вот про менеджмент и аспекты управления как раз не всегда. Поэтому, если интересно, можете посмотреть. Ну, все, пожалуй, я на этом закончу. Спасибо. Спасибо большое Максиму. Мне на самом деле всегда было интересно, как именно устроена игровая индустрия. Я хоть и занимаюсь бэкэндом примерно всю свою карьеру, но никогда с игровыми вещами не сталкивался напрямую. У нас есть возможность позадавать Максиму разные вопросы. Максим, вы с нами на связи? Да, я на связи и с радостью отвечу на любые вопросы, которые будут. Отлично, тогда, если можно, я начал бы со своего. Мне всегда было интересно, а как у вас устроено то, что называется capacity planning? Ведь всегда очень сложно понять, когда вы делаете что-то новое, запускаете новую игру, у вас случается новое событие, например, то, про которое был рассказ в докладе, то это же сложная задача. Как оценить это? Прям нужно, не знаю, купить 10 тонн железа, или это никому не интересно, или где-то мета между ними? Capacity planning очень похож на capacity planning во всех других больших проектах, которые подвержены тем той или иной сезонности или каким-то ивентам. Но в камерсе это традиционно там черная пятница, например. Поэтому и происходит он примерно так же. Сначала сверху оценивается что может быть максимум-максимум. Смотришь, что у тебя из этого есть. У нас же всегда отказоустойчивость и ради больше мощностей вычислительных, чем нам требуется. Мы смотрим, что из этого получается. Потом смотрим, нужно ли где-то что-то добавлять или нет. Если нужно, то где. Сверяемся с перфтестами и всем прочим из того, что уже есть. Более-менее обычный процесс. И отдельно всегда смотрим, а что будет, если все-таки не хватит. То есть как будет выглядеть деградация и какую можем себе позволить. И как мы хотим, чтобы она выглядела. вот в черном рынке, который я упоминал в докладе, деградация одновременно неизбежна и нельзя ее допустить. То есть это такая своеобразная история. Тогда инженеры, по-моему, я не знаю, недели две или три пытались уговорить дизайнеров, чтобы сделать это как-то иначе механически, чтобы не пришлось устраивать вот такую историю. Но в итоге нет. Ведь механика в том и есть, чтобы в течение пяти минут создать ажиотажный спрос на то, что продается. В итоге мы потратили существенную часть времени разработки и, собственно говоря, разработки на то, чтобы правильно деградировать. То есть тот, кто успел, кто сделал свою заявку вовремя, нужно было, чтобы он получил по итогу свой товар, потому что его лимитированное количество было. мы, тем не менее, в первый раз все равно отвечали ему ошибкой, но запоминали, когда именно, в какой момент времени он сделал запросы для того, чтобы потом выдать ему нужное. Ну, там такой аналог в райдах от блога был на самом-то деле. Капасти плейнг, вот он примерно вот такой. Понятно. Вопрос из чата, который от Сергея Волкова, но я хотел бы его обобщить. В докладе я услышал, что у вас много C++. А в целом, какие еще есть языки и какие базы данных, технологии, подходы используются в разработке? Хорошо, я перечислю, не слишком сильно поясняя, а потом, если будет интерес, почему именно такой язык вот туда, вы спросите отдельно. C++ много, потому что требуется максимально выжимать ресурсы, что на компьютерах игроков, что на серверном железе, очевидно. Еще в сервере игры у нас встроен интерпретатор Python, и какая-то логика, которая скриптуется и не является вычислительно сложной, она пишется на Python. Ну, так просто быстрее писать, отлаживать, нежели постоянно пересобирать сервер, вот это все прочее. Единственная особенность, Python там работает с отключенным габочеколлектором, потому что вот этот вот дискретный реал-тайм, и внезапная непредсказуемая пауза на ГЦ, ну, ты не можешь себе позволить, вот по этой причине только. Помимо, вот это было прямо там в игровом сервере или очень-очень ряда, помимо этого используется Erlang и Elixir, например, и есть приличное количество Java и Scala, и есть Rust, он не так давно у нас пробрался до продакшена, но, тем не менее, он есть. Он довольно удобный и эффективный инструмент в целом ряде задач, которые у нас встречаются, поэтому мы после экспериментов его сейчас выпустили в продакшен. Вот, наверное, основные языки, которые у нас встречаются. А с точки зрения эксплуатации, там, CI, CD, что популярно сейчас в игровой индустрии? Контейниризация, она проникла к вам? И насколько глубоко контейниризация проникла и проникла изо всех сил. Игровую индустрию с этой точки зрения можно классифицировать как консервативное большинство, ну, то есть, они редко когда бегут early-адоптерами, но вот консервативное большинство, это вот как раз про нас и проникло как с точки зрения там сервисов, о которых шла речь или которые, в принципе, есть около игры, так и масштабирование самой игры. Ну, вы наверняка знаете Fortnite, так вот, сервера Fortnite, они, каждый бой у них запущен в отдельном контейнере и оркестрирует с кубернетисом. Вот оно работает в общем весьма привычной инфраструктуре или там ландшафте. Понятно. Тоже есть вопросы в чате от Олега Стреколовского. Ну и на самом деле его тоже обобщу. О хранении данных? Вот, например, как вы стрикт консистенции обеспечиваете в микросервисах, про которые упоминали? Про базу не упомянул. У нас за последние лет семь, наверное, фокус сменился с MySQL на PostgreSQL. Есть, помимо, это в том, что касается данных игрового сервера и данных, с которыми работает игровой бэкэнд. помимо этого есть много специализированных баз, ну как много, достаточно разнообразный ландшафт специализированных баз для решения тех или иных задач. У BI целый там даталейк и окружающий его функциональность построен, и я не буду в нее углубляться. Стрикт консистенции, там, где я упоминал, это в основном случаи, когда мы работаем с PostgreSQL. Вернее, в случае, где у нас стрикт консистенции чаще всего там встречается PostgreSQL. Не потому, что это связано между собой, но просто потому, что он достаточно удобен, эффективно работает, там люди хорошо с ним знакомы и вот это вот все прочее. У игрового сервера MySQL скорее по историческим причинам, но там есть небольшая особенность. Мы с MySQL работаем скорее как с документарной базой данных. Это специфика игры зачастую, не только нашей. Там меньше реляционных взаимосвязей, мы там не используем форин-ключи. Ну, опять же, в силу того, что мы скорее работаем с ним как с документарной базой. Понятно. А MongoDB к вам не проникла как документная база? Проникла и ушла. Вот. Она проникла тогда, когда она была как-то очень обсуждаемой, так скажем. Вот. Мы ее примерили к парочке задач, вернее, наши энтузиазмы, энтузиасты ее принесли примерить к нескольким задачам, мы ее поиспользовали, в принципе, мы заставили ее выполнять те задачи, которые нам были нужны, но очень быстро нашли инструмент, который эту задачу делает лучше, ну, в основном по памяти, по хранению, по размеру на диске. и она ушла от нас. Понятно. Ну, еще тоже есть вопросы с чата, а, например, для очередей RabbitMQ, Kafka или что-нибудь такое у вас есть? Для очередей два основных это RabbitMQ и Kafka как раз. Kafka там, где нам гарантированно хочется сохранить последовательность действий, ну, и иметь возможность к ним обратиться позже. И нам не обязательно делать это прям супер реал-тайм, да, то есть там когда задержка до пары минут нас, в общем, там устраивает. Там Kafka, там, где нам нужна персистность. И RabbitMQ там, где чаще, ну, более сигнальный паттерн, что ли, когда нам не обязательно нужно сохранить все, что пролетает через RabbitMQ, но это просто делает отзывчивым те или иные действия. Ну, то есть не придет сигнал и не придет, ладно, бог с ним, но ничего страшного в смысле, если потеряются эти данные, но в целом это делает более отзывчивую интерфейс, в первую очередь, реакцию на поведение. Вот. Вокруг очередей мы, в общем, построили что-то в совокупности с нашими инструментами, которые вокруг этого всего написаны и собраны. Это представляет из себя такой комбинированный инструмент с очередей сообщений и сигнальной шины и своеобразного блокборда для взаимодействия или там выравнивания ритма, что ли, разных компонентов между собой. Понятно. Да, понятно. Еще один вопрос, если можно, не очень длинно, то у нас время заканчивается. Как у вас устроены релизы, выкатка и так далее? Сколько времени занимают? Выкатываете ли вы на части аудитории что-то и так далее? Если коротко, то да, на части аудитории можем иногда выкатывать, но не на произвольную часть, на которой нам удобно. Релизы, в принципе, и игру, ну, тот же самый World of Tanks, мы, в принципе, при некотором желании можем релизить каждые 4 часа, но это вот прям больше ничем не заниматься. Ну, в платформе, там, где мое подразделение, мы должны использовать релизные поезда, потому что взаимосвязанность очень высокая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова